ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Российский ФПВ-дрон заставил группу ВСУ в Курской области бросить бронеавтомобили и бежать, куда глаза глядят. Воюющие за Зеленского открыли фронт на границе с Россией, а подразделения ГУРа в ходе украинской атаки на приграничные районы пытаются создать панику среди местного населения. Только получается все наоборот. Волонтеры объединились и схватили разведчика из 80-й штурмовой бригады ВСУ. Наша цель дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территорию, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территорию. И из командиров у нас Сэм, Кон, Арчи – это позывные командиров отделений. Непосредственно всеми ими командил человек с позывным «Стриж». Он нам всю эту информацию доводил и сказал, что эта вся операция – это, в принципе, последняя надежда Украины. Это ЛЕН-ТВ-24. Меня зовут Гульнара Хабирова. Расскажу о последней надежде Украины, по словам пойманного военного ВСУ. Курский фронт. И так, что известно на момент записи этого ролика. Армия России вместе с бесстрашными россиянами продолжает очищать Курскую область от украинских диверсантов. Кресты. Кресты. Все нормально. Пошел в сторону Белой. В сторону Белицы. Пошел, пошел. Кресты. Все как надо. Фу**ть, как надо. Крупнокалиберного пулемета. Ни флага, ничего. Пехоты тоже нет. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная. Местный житель снял на камеру мобильного. Украинский БТР, движущийся на Белицу, оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей из Беловского района. Об этом сообщил в Рио губернатора Смирнов. Ситуацию он охарактеризовал как сложную. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. В результате украинского наступления в Курской области погибли 12 гражданских лиц. 121 человек ранен, среди них 10 детей. Доложил президенту России Алексей Смирнов. Владимир Путин на заседании в Ново-Огарево по ситуации на российском приграничье заявил, что россияне дали ответ украинцам, поддержав армию России. Количество добровольцев увеличилось кратно. Главария киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев. Украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают. Потери вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются. В том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перепрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Появились кадры, как переделанные в РСЗО пикапы украинских сил были уничтожены, ланцетом, ну и видео, на которых бойцы спецназа «Ахмат» устроили засаду в УСУ, а после затрофеяли их бронемашину. В целом, картина следующая. В УСУ малыми группами, как тараканы, быстро передвигаются по Курской области, пытаясь занять как можно больше территории. Успевают делать фоточки для отчетности и мародерить, но как бы там ни было, быстро попадают в поле зрения авиации и операторов дронов. 4.34 пол, как мать Чечня. Никто не пройдет. Помимо Курской области, тревожные новости поступили с Белгородщины. Сообщается, что в УСУ попытались прорвать границу, но были отброшены. Губернатор Гладков сообщил об эвакуации людей из Краснояружского района. Большое количество автомобилей, которые выезжают сейчас из Краснояружского района. Часть стоит вдоль дорог, задают вопросы, в какие пункты временного размещения. Дорогие друзья, у нас в каждом муниципальном образовании развернут уже давно пункты временного размещения, третий год. Поэтому вы можете подъехать и в Ракитное, и в Винянске, и в Прохоровске, и в Яковлевске, и в город Белгород, Староскол, Губкин. У вас всю информацию вы можете получать по телефону 122. На въезде сейчас будем организовывать пункты, где будут стоять представители самообороны полиции, администрации, которые помогут вам получить эту информацию. Ну и стоит отметить, ситуация на российском приграничье от и до известна президенту России. Путину обо всем доложено. Российский лидер четко обозначил позицию, что разговаривать с Киевом никто не собирается, а цели СВО будут достигнуты. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Субтитры создавал DimaTorzok